Следующий фактор. История есть составная часть христианского богословия. Христианское богословие вырастает на какой-то почве, на каком-то фундаменте. Что же из себя представляет этот фундамент? Вот четыре массивной платформы. Это Библия, источник богословия, личность Христа, Христос. Мы говорим, что Христос – это центральный образ, центральная личность всей Библии. Ветхий завет говорит о Христе грядущем, предсказывает в прообразах приходной силы. Новый завет о Христе пришедшем и вновь грядущем. Третья платформа богословия – это церковь. Церковь – это, значит, весь опыт, накопленный церковью, духовный опыт, накопленный через жизнь церковью в разные периоды, в разные эпохи. Ну и сюда же можно включить историю. Вот любой богословский предмет, он опирается на вот эти четыре источника. Какой бы предмет вы ни взяли. Гомилетика там, систематика, герменевтика. Любой предмет, если он какой-то насыщенный, солидный, он вот эти сферы затрагивает. Нельзя понимать богословие во всей полноте, если нет бы сведений, если нет знаний по истории. Это будет богословие однобокое, ущербное. Может быть, даже поверхностное в какой-то мере. Не полноценное. Следующий момент. История расширяет наш духовный и культурный кругозор. Вот что касается развития чувства истории, о котором мы говорили. При общении к историческому наследию к культуре. Тут нам надо учиться у тех стран, которые подчислились всегда в ряду культурных стран. Англия, например. Вот там к истории очень уважительные отношения. С малолетством воспитывают у детей, у молодежи историческое чувство. В сквере там скамеечка. На спинке скамеечки надпись. На этой скамейке в такое-то вот время любил отдыхать Уинстон Черчилль. Премьер-министр Англии Уинстон Черчилль. Заходишь в церковь баптистскую в Лондоне. Старое здание церкви, построенное еще в 19 веке. На стене церкви внутри табличек. На табличке надпись. Этот камень в строении церкви был заложен рукою Чарльза Спержина. В 1869 году. Вроде бы такой элемент незначительный. Один кирпич положил. Известный проповедник Чарльза Спержина. Уже табличка на века. Для людей 20 века, 21 века, последующих. В 1869 году заложен был рукою Чарльза Спержина. Парк не очень великий. В парке молодой деревце растет. По деревцам табличка. На табличке надпись. Это дерево было посажено в память вот такого садовника, который проработал здесь 30 лет. Вот 30 лет работал. В парке там про хлеб, ухаживал, насаждал растения. Вроде бы простой человек, садовник. В его честь дерево посадили. После того, как он ушел с земли. И памятная табличка написали, что он здесь 30 лет проработал. Честно, добросовестно. Вот такие знаки небольшие, они говорят о том, что людей стараются приучать к культуре, чтобы уважали историю свою. Этот процесс, конечно, длительный, постоянный, постепенный. Есть такая притча, да, рассказ, больше похожий на притчу. К Ванглию из Америки к своему другу приехал американец. По наличию я не сразу стал ему показывать. Дом свой, внутренний комнат, а потом вышли во двор. Ну, как там принят у них газончики, обычно такие свежие, ухоженные. Американец стал восхищаться газончиком. Какой хороший газон у тебя. Не свежие и зеленые. А у меня вот что-то такое не получается. Я вот пытаюсь сделать, но не получается такой хороший. Поделитесь секретом, что ты делаешь с моим газоном. Англичанин говорят, да ничего особо сложного. Нет, секрета особого нет. Вот два раза в неделю подстригай. Каждый день поливай. Поливай, рыхли, если будешь делать это в течение трехсот лет, и у тебя точно такое же будет. Значит, 300 лет поливай, рыхли, подстригай, и у тебя такое же будет. Это намек на то, что такая подлинная, глубокая и общая культура, духовная культура созидается годами. Как-то, по-моему, в 90-е годы на телевидении нашем было модно устраивать разные пресс-клубы на разные темы. Ну и как-то на одном из таких пресс-клубов была поднята тема «А осталась ли в России интеллигенция? Вообще остались ли в России интеллигентные люди?» Вот думали, рассуждали, и оказалось, что два человека только остались. Два интеллигента. Назвали две фамилии, два имени. Академик Лихачева из Петербурга и академика Веринцева из Москвы. Вот, мол, два зубра, два динозавра сохранились. И уничтожили, да? Да. Ну вот такая трагическая у нас история. Постоянно вырубали слой культурный. Вначале дворянский класс изничтожили, затем интеллигенцию. Мыслящую часть крестьянства тоже истребляли через раскулачивание, через всякие там другие эксперименты. А когда в стране происходят такие мощные потрясения, революции, там гражданские войны, еще что-то такое, то в первую очередь гибнет такой тонкий слой. А в первую очередь погибают в войнах, в революциях и так далее. Люди чуткие, чувствительные, впечатлительные. Зачем нам, христианам, это нужно? Сохранять и духовное культуру, и наследие. И оно необходимо нам, даже в практическом смысле. Ну, например, для того, чтобы преодолеть дух сектанства. Он очень силен в наших современных церквах тоже. Дух сектанства в отрицательном смысле. Потому что может быть сектанство с положительным зарядом. Посвященность, самоотверженность, целеустремленность – это плюс. Такое сектанство можно только приветствовать. А есть сектанство со знаком минус, когда подозрительность такая на инакомыслящих, на инаком верующих. Это враждебные элементы, что у них какие-то планы, у них какие-то происки, они хотят там нашу церковь разложить, растащить и так далее. Мы только самые истинные, мы самые правые. Никаких контактов не должно быть с верующим других конфессий. Это сектанство с отрицательным знаком. На какой почве оно вырастает? А на почве без культуре, в первую очередь. Без культуре духовного и без культуре общего. От недостатка культуры. Это недостатка ведения. Это недостатка ведения. Взять, например, баптистского пастора и православного священника. Если у того и у другого высокий духовный уровень и достаточно культурный уровень. Они драться не могут. Они найдут предмет для дискуссии, для обмена мнениями. Найдут, чему поучиться друг у друга, за что похвалить, что покритиковать. Разные конфессии нужны. Для чего? Для взаимной коррекции. Баптисты нужны для православных, православные нужны для баптистов. Пятидесятники в какой-то мере и харизматы нужны для баптистов. Баптисты нужны для пятидесятников и харизматов, чтобы корректировать движение в пространстве. Да, вот сейчас, например, я замечаю в харизматическом движении начинается такое вот смещение курса. Наиболее известные харизматические лидеры, такие как Ульф Экман в Швеции, значит, начинает призывать своей церкви к тому, чтобы вернуться к истокам. И что он увидел ошибку, что слишком оторвались современные церкви от кореней, от истории, от тех богослужений, которые были в древние времена. И он уже призывает изучать так называемый литургический опыт древних церквей. Литургический – это богослужебный. Он один из харизматических лидеров, да, Ульф Экман. Движение слова жизни в Швеции. Я читал в его статье, что он критикует свою церковь за такую дистанцию большую, за отрыв от истории, от корней. И это приводит к тому, что церковь начинает переживать духовный кризис. На этой почве это одна из причин. Так что харизматическое движение современное, оно начинает поворачиваться тоже в сторону серьезности, солидности, основательности богословской, исторической. И лидер начинает это осознавать, что слишком уж ушли в эйфорию. Такое некое такое неопределенность, неопределенное богословие. У меня определенный курс. С одной стороны, вроде бы, есть энтузиазм – это хорошо. Порыв, энтузиазм, миссионерство. А в то же время нет такой твердой почвы, основательной. История помогает нам понимать настоящее, лучше понимать настоящее, понимать проблемы современной церковной жизни и прогнозировать будущее. Сейчас ведь у нас много всяких разных служений. И вот те служители, руководители, у которых очень широкий круг деятельности, разнообразные, административные, деятельности там по управлению. У них не хватает времени, чтобы читать там книжки по истории. И вот со стороны можно заметить очень частые ошибки. Ошибки, связанные просто с тем, что люди незнакомы с опытом истории. Похожие ситуации были. Тридцать лет тому назад, пятьдесят лет, сто лет. И они зафиксированы в истории, они есть. Просто вот открой и посмотри. И это поможет решить проблемы конкретные, современные. Это как бы свидетель Иенгова, потому что, если, допустим, смотреть их на богословие, то богословие – это ария, когда были первые соборы, да? Да. То есть, та же ошибка. Ну да. Вот то заблуждение, которое было в третьем, четвертом веке. А оно и сейчас тоже проявляется. Или взять так называемых гностиков. Слышали о гностике? Тоже еще в апостольский период это движение зародилось. В посланиях апостолов, в послании Иоанна, в послании Павла мы находим следы гностицизма. И сейчас, в XXI веке, тоже есть гностики. Это рериховцы, последователи разных там оккультных течений, движений, теософы, антропософы, так называемые. Вот гностицизм современный. И опоры его не уходят туда. Легче распознавать какие-то ереси, заблуждения, если есть информация из истории. Легче какую-то проблему разрешить. Многие наши, особенно молодые руководители, они делают ошибки просто на почве того, что не удосуживаются снять полочки Талмуд, исторически полистать его, хотя бы немножечко посмотреть. Та же самая ситуация была. Та же проблема. Как ее разрешили предшествию? Хороший урок, хороший совет. Тоже. И правильно вы отметили, когда сделали ссылку на послание к евреям, о том, что надо упоминать наставник наших. Это речь идет о том, что история дает нам примеры для подражания. Примеры для подражания. Образцы для подражания. Лучшие образцы. Можно писать историю в лицах. Не историю, где даты одни. Не просто перечисление событий. Через биографии личностей. С точки зрения вечности, промежутка времени, там, в 300-400-500 лет, это очень малое отредство времени. Поэтому нашими учителями могут быть и Мартин Лютер, и Джон Кальвин, и Джон Весли, и Чарльз Весли. У Джона Весли был очень хороший такой девиз. Об Англии мы говорили, что у нас страна культурная, историческая. Там очень много памятных мест, связанных с деятельностью многих миссионеров христианских. И в том числе с деятельностью Джона Весли, Чарльза Весли. Памятники там, где он верхом на лошади, вот как миссионер объезжает точки для проповеди. Под памятником девиз его. Весь мир мой приход. Такое видение миссионерское, такая задача. Весь мир мой приход. В перспективе я должен иметь такое видение, чтобы устремляться расширять Царство Божие во всех управлениях. Во всем мире думать. Не только о моей грядочке маленькой. Большое дело начинается с малого пожертвования. И пятью хлебами можно накормить пять тысяч человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать вы можете узнать на сайте www.tvseminari.com Православный нам сейчас задает такой вопрос. Если вам приходилось сталкиваться с грамотными православными, может быть даже не очень грамотными, но всегда, если они встречаются с баптистами, с пятидесятниками, первый вопрос, который задает такой. А есть у вас историческая преемственность? Вот у нас-то есть. Мы-то от апостолов можем провести цепочку. Апостол, я рукоположил, епископ такого-то, епископа такое-то, следующего до нашего времени дошло. Значит, у вас сохраняется историческая преемственность? Ну, как мы отвечаем на этот вопрос обычно? Мы говорим, что вот такой преемственности через рукоположение мы не придаем первостепенного значения. Но при желании мы можем ее восстановить. Мы можем ее провести. И такую цепочку, и такую линию. Через кого, например? Ну, через того же самого Проханова. Проханов принимал рукоположение в 1924 году в Праге. В церкви так называемых чешских братьев. Или еще их называют муравские братья. Эти муравские братья зародились еще в 15 веке. При Яне Гусе. Ян Гус был основателем этой общины. А у Яна Гуса было официальное рукоположение. Он как служитель католической церкви, как проповедник, как священник, был вот в этой цепочке, в этой обойме. Можно эту цепочку провести через Менонитов, основатели Менонитства, тоже католический священник Менно Симонс. Мы можем провести эту цепочку при желании, но не придаем ей главного значения. Почему? Потому что на первое место ставим духовную преемственность. Для нас гораздо важнее быть преемниками духа апостольского, преемниками духа, предшествующих поколений верующих церквей. Слова Павла по этому поводу можно привести. Подражайте мне, как я Христу. Подражайте мне, как я Христу. Это духовная преемственность. Те же православные задают нам такой вопрос. А вы святых угодников почитаете? Да, святых угодников почитаете? Мы говорим, почитаем, конечно. А как вы их почитаете? Ну а тем, что стараемся подражать их жизни, не отметаем их уроки, их опыт жизненный, духовный. Мы не молимся святым угодникам, нет у нас такой практики. Но их самоотверженность, их самоотдачу, в общем, даже почитаема. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok